Ну что, посмотрите, что у меня получилось. Думаю, очень мило, пока мы сгибаем. Ну, the weather outside is priceless, but the fire is so delightful, and since we don't place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show sadness stopping, and I've brought you some new call for poppin'. Из-за симка с него и ничего. The lights turn way down low, let it snow, but it's warm, when we finally kiss for night, and how are we going to be strong? But if you leave a whole day, all the way home, I'll be warm, and the fire is slowly dying, and my dear, and we're still good. Привет, друзья! Смотрите, собираюсь гулять и целый день выглядываю в окно. Или мне не бросили здесь посылку с Amazon. Пацан, видите, бегает каждый день. Футболка и шорты. Ну, он не выглядит такой, знаете, как атлет. Посмотрите, как я нарядилась. Меня колбасит на нервной почве. И я всё, что вижу, на себя надеваю. И, блин, я такая злая с этим Amazon. Буська уже ждёт меня. Сейчас идём, идём, малыш. Я уже им написала. Там, знаете, есть такой короткий чат под товаром. Но они предлагают выбрать вариант вопросов и вариант ответов. И, понимаете, нормально толком объяснить практически невозможно. Там выскочило окошко Азерс, то есть другие, да. И можно было написать коротенькое предложение. Я спросила, где моя ёлка. И мне ответили, что написали продавцу. Я в таком шоке вообще. Я не знаю, что делать. То есть мы с мужем будем сидеть без ёлки, но зато с гирляндами. На окнах и на стенах, правда? Вот же ж красота какая. Понимаете, вот казалось бы мелочь, но это так бесит. Потому что насколько мерзкий у меня год был. Настолько мерзкое его окончание. Вот даже здесь нужно было подосрать. В общем, у кого точно так же, тот меня поймёт. Идём гулять. Ёмусь, Аня. И дедушка наш вышел, похвалил мои декорации. Я спрашиваю тебе помочь. А он переспрашивает, плохо слышит. Ну, старенький сосед наш. И это его улыбка, знаете, старческая. Просто, знаете, как сердцем леет. Какой-то такой интеллигентный человек. Мне кажется, что он очень душевный такой. Мягкий, воспитанный. И по жизни был. Так что дедушке мои декорации понравились. Он тоже всё время вывешивает или веночек, или на Сэнс Гивен, что-нибудь. Или на этот вампирский праздник, как он называется. Всё время что-то старается выставить около своей двери. Какую-то маленькую декорацию. В этот раз, смотрю, у него окошки пустые. Ну, не знаю, может ещё вывесит какой-нибудь веночек. Или, может, у него нет ничего. Не знаю, мне так неудобно стало. Даже нечего ему было предложить. Был бы у меня ещё один веночек лишний. Я бы ему повесила на двери. Ну, а так что, вот ёлка не пришла. Жаба давит. Потому что по нашей улице разъезжают эти Амазон Прайм. Солнце садится. И я каждый раз имею надежду, что эта машина становится возле нашей двери. Гуся, может, хватит каждый угол обсыкать? А они проезжают мимо. И сейчас мы идём, тоже едет Амазон Прайм. Такой водитель симпатичный, ручкой машет, здоровается, улыбается. А я оборачиваюсь. Думаю, ну, точно подумает, что я на него оборачиваюсь. А я оборачиваюсь и смотрю, может, возле моей двери остановится. И нифига, проехал мимо. Я сейчас залезла в интернет. Мне там ни ответа, ни привета. Вообще какой-то кошмар. Это первый раз такое. Обычно Амазон всё время вовремя. Всё время вовремя, да? Интересный расклад. Вовремя всё доставляли. Вот это вот похоронное бюро. Жутковато здесь ходить, честно говоря. Как я уже сказала, надо бояться не мёртвых, а живых. Вот. Блин, солнце в глаза, ничего не вижу. Поэтому обидно. Мне сейчас, если заказывать ёлку, муж сказал, до 20-го никаких покупок. Потому что карточка кредитная уже, лимит исчерпан. Другую карточку желательно не трогать. Потому что нужно будет её погашать. У меня есть моя личная карточка. Из другого банка. И она прикреплена к Амазону. То есть не только мужа, а моя личная есть. Но дело в том, что там такая дурацкая система. Вот такие вот машинки ездят, развозят. Буся, стой. В том числе подарки всякие. Там такая система на этой банковской карточке, что они могут не выслать билл. Они забывают. Им нужно по 100 раз перезванивать. Вот, например, они говорят, мы вышлем вам счёт до 20-го числа. И вот ты должен каждый раз это контролировать. Так, надо почитать. Старт. Какие-то таблички повывешивали. Надо будет перевести. Видите, какой у меня английский. Какой-то трамвай, что ли. Не пойму. А, это, наверное, какие-то спортивные соревнования детские здесь были. Ага, старт. И вот туда вот иди. И нужно, наверное, разгадать, что это за персонаж. Не знаю. Не буду углубляться. Кстати, послушала тоже тренера. Поэтому гражданство. Она говорит, что если у вас плохой английский, учите сугубо термины. По анкете и так далее. Только то, что нужно на сдачу экзамена. Что, мол, ничего страшного. Ой, а я вот это вот включаю, всё это слушаю. Мне уже просто тошнит одно и то же, одно и то же. Знаете как? Так, уже бы сдать или не сдать. Кто-то помаду потерял. Гуся, чтобы освободить мозги, чем-то другим заняться. Темнеет как быстро. Вроде бы вышли, светло было. Так вот, я бы могла эту ёлку заказать по своей карточке банковской. Но опять же, во-первых, когда её мне доставят, это после 20-го только. А во-вторых, туда дозвониться, в этот их колл-центр, именно конкретного этого банка, то это надо потратить каждый раз пару часов. Пока они связутся с оператором. Пока выяснят. Потом нужно всё время заглядывать в ящик почтовый. Прислали этот Билл, не прислали. Дурдом. В общем, не знаю. Можно было бы сейчас заказать. Но вот я сегодня закажу, а мне придёт... Пойдём. Например, под ночь мне придёт моя ёлка. Я ж не знаю, когда они могут её доставить. Они могут доставить и в 10 вечера. Может, и в 12. Я вот заказываю другую ёлку. Потом так... Гуся лапами гребёт, всё на меня летит. Вот. И они могут привезти и в 12 ночи, и в 10. И я ж не знаю. Написано, что ждите. Если сегодня вам не доставят, мы вам деньги вернём. Ну, я вчера рассказывала. Просто, что бесит эта ситуация. И если я новую закажу, то... Будет у меня две ёлки тогда. Такой вариант тоже возможен. Ой, дурдом. Вот я ж говорю, ну вот мелочь. Ну так, бесит. Противно просто. Что это за период у меня такой дебильный? Новости тоже по Украине смотрю. Тоже как бесит. Господи, сколько можно тех людей бедных бомбить. Я не знаю, как вот эти все правители спят по ночам. Я даже себе не представляю. Вот если бы я была президентом и устроила бы такое адище. Я даже не говорю конкретно, какой президент. И не акцентирую на какой-либо стороне. Я говорю в принципе, в общем. Там гибнут люди мирные. Такие всякие неудобства. И без света, без тепла. И опять сегодня эти взрывы. Что на одной стороне, что на другой. Я не знаю. Сегодня плохо спала. Потому что досматривала фильм. Я сейчас подсела на эти британские сериалы. И в рекомендациях мне выскочил сериал Благородная женщина. Я его когда-то видела. То есть начала смотреть. И поняла, что я уже догадываюсь, о чем это. Смотрела пару лет назад. Ну, думаю, ладно, посмотрю. Все равно так досконально ж не помню. Вроде бы интересно. Сериал не новый. Тринадцатого года где-то. В чем заключается сюжет. Оружейный барон ведет кампанию. Снабжает оружием определенные милитаристские страны. Государства, банды и так далее. Война Палестины с Израилем. И этого барона убивают. Рядом они. Дети вырастают. И оружейный бизнес начинает вести дочь. Сначала сын за это взялся. Позаключал какие-то незаконные контракты. Потом этим бизнесом начала заниматься дочь этого оружейного барона. Сын остался не у дел. Но как бы то, что он там позаключал, всем аукнулась в этой семье. И вот эта женщина, она уже выросла. Дочь оружейного барона, взрослая женщина. Пытается мир сделать лучше. Пусть и пошли, а? И решила в примирительных целях провести интернет в Палестине. Ну и там какие-то интриги политические. Оказывается, что фонд этой женщины выделил полтора миллиона долларов. Эти деньги куда-то ушли. На какие-то незаконные цели. Она едет в Палестину и ее там арестовывает. Бросает в тюрьму. Ее и вместе с ней переводчицу. И вот, в конце концов, они из этой тюрьмы бегут. Женщину изнасиловали. Дочь оружейного барона. И при условии, что она не будет делать аборт, ее палестинцы освобождают. И она с собой забирает эту переводчицу. Оказалось, что все это было продумано. Продумано. Переводчица оказалась террористкой. Вот. И ее история такова, что... Там собака большая. Боби, ко мне. Нет, мы туда не пойдем, противный ребенок. История такова, что... Оружие этого барона убило всю семью. Всю семью этой террористки. Она начала мстить. Вот. Стоять. Нам пришлось вернуться. Потому что я не увидела издалека, что там за собаки. По-моему, две было. Я не вижу, на привязи или нет. Вот. Но я не буду рассказывать, чем все это закончилось. Потому что то, что я рассказала, это только начало истории. К чему я веду. Понимаете, ненависть порождает ненависть. И вот там показали эти войны между Израилем и Палестиной. Эти дети несчастные, сироты, бомбежки, разбитые города. У меня, конечно же, ассоциация Украина. Да, сначала Донбасс бомбили 8 лет. Теперь украинские города бомбят. И Донбассу достается всем этим приграничным территориям. То есть, вот так вот. И это, конечно, очень жутко, жестоко. Мне до сих пор не верится, что вот такое может быть в современном мире. Мне не верится. Это просто какое-то варварство. Ей-богу. От этого, наверное, еще настроение такое хреновое. Так что, ладно. Перейдем к елке. Даже не знаю, что делать. Или новую покупать, или подождать еще. Или уже без елки обойтись. Все равно, как бы, не до праздников с этим экзаменом. Не знаю. И так бы, знаете, время перескочить, чтобы перепрыгнуть, чтобы все нормально было. Чтобы раз, и все устаканилось. Стоять. И не переживать. И больше не волноваться. Жить в кайф. Бывает так? Скажите мне. У кого-нибудь в жизни бывает так? Небо красивое. Пойдем бы сегодня. Ладно. В общем, мои, конечно, извинения моим подписчикам. Моим зрителям, которые меня стараются поддержать. А я тут на такой вот волне все время. Что это такое? В кулек какой-то. Из машин мусор выбрасывают. Так что вот так вот. Мне сегодня Житомир написал. Треба триматися. Из усих сил. И бачите светло в кинсти туннеля. Представляете? Это, по сути, я должна человека поддерживать. А он мне пишет, чтобы я держалась. Что нужно стараться из последних сил. Пока мы дышим, живем. Смотрите, какая туча. Интересно. Так что. Житомир. Привит. По-моему, Сергей зовут мужчина. Большое спасибо за комментарии. Сильный духом человек вообще. Молодец. Чтоб у тебя, Сергей, все было классно. И хорошо в этой жизни. Чтобы пережить этот период тоже. Чтоб наконец все закончилось. И люди начали жить нормальной жизнью. Такое состояние. Хочется лечь и лежать. Я понимаю, что это депрессия. Это начало депрессии. Очередная волна. Муж еще мне выставил лоток мяса. Мне совершенно не хочется готовить. Вчера салат нарезала этот оливье. Целую кастрюлю. Сегодня мясо он мне выставил. Я вообще ничего не хочу делать. Не знаю, как себя заставить. Так что. Мог бы домой приехать. И что-то сам сделать. Чтобы я села учиться. Вот это меня еще добивает. То есть он на меня повешать. Все эти домашние заботы. И прийти только там поесть. Лечь спать. Порешать какие-то свои дела. И понимать, что он устает. Ну так возьми, приготовь себе. Для развлечения. Для отключения мозгов. Начал вчера смеяться. Говорит. Ой, я там, чтоб ты экзамен сдала. Давай мы не будем делать это и это. Я говорю, слушай. Чтоб я экзамен сдала. Давай лучше будем это делать. Вот ты идешь на кухню и что-то мне помогаешь. Например, посуду разгрузи. С посудомойки. Ой, я сделаю, сделаю. Я его не дождалась, знаете. Приходит в 10 вечера. Говорит, ну что, разложить тебе машину посудомойную. Я говорю, нет, спасибо. Я уже все сделала. Салат нарезала. Посуду помыла. И разложила все по местам. Так что вот такое вот. Я, кстати, не то, что я там вываливаю на YouTube свой негатив, кстати говоря. Нет, у меня уже вот настроение стало получше, потому что, несмотря на мою кривую, недовольную физиономию, люди едут, улыбаются. Гусик их развлекает. Дорогу уступают, машут ручкой. Мне уже как-то полегче стало. Я это рассказываю, потому что вот такой вот период сейчас у меня говняный в жизни. Извините за терминологию. Но я, например, по себе знаю. Допустим, мне сейчас в данный момент тоже легче даже посмотреть тех, у кого аналогичные проблемы, либо другие проблемы. Человек как-то пытается их решать. Опять что-то унюхал. Отойди оттуда. Задолбал. Вот упрямый какой. Пожарка, что ли, да? И я как-то этим вдохновляюсь. Не знаю, как вы, напишите. Ну, мне так по-разному нужно. Что это они разлетались? Что-то случилось серьезное, наверное. Это уже вторая машина, а сейчас полиция должна поехать. Интересно. Кому-то плохо, что ли, стало? К офису приехали. Идем мы. У меня вот, когда мама умерла, я только смотрела детективы какие-то, знаете, такие триллеры, что-то такое страшное, чтобы с ума не сойти. Ну, а иногда, когда вот депрессия такая, то можно посмотреть даже какие-то смешные ролики, фильмы, комедии. Ну, вот комедии, я не знаю, в последнее время какие-то тупые, или просто мне не попадаются. Старые комедии, симпатичные. Новых комедий интересных, я не знаю. Посоветуйте, кто что смотрит. Так, ну что, мы идем домой. Дорога, конечно, радует, но идешь, как придурок, тротуаров нет, видите. Идешь, оглядываешься на эти машины. Неудобно, конечно. Так, конечно, ровненько идти, приятно. Но это же для машин сделали. Не для людей, не для собак. Так что приспосабливаться надо. То в одной ситуации, то в другой. В общем-то, так. Я всем желаю хорошего настроения, новогоднего. Видите. Сегодня такая вот бубнилка. Недовольная получилась. Но ничего, мы все живые люди. А, как сказал Сергей, светло бачиму в Кинси туннелю. Так что давайте друг друга поддерживать, помогать, говорить хорошие слова, добрые. Улыбаться, чтобы мир нам улыбнулся в ответ. Люблю, целую. Если елка пришла, то, конечно, покажем. Так, ну что, друзья, мы уже домой пришли, поболтали с Дэвидом. Помните, сосед у нас есть. Он сам из Норвегии. Такой мужчина, знаете, высокий такой. Крепкий, что ли, телосложение такое. Гордическое, вот. Не могла слова подобрать. Стоял в таком худи симпатичном. Он обычно по двору лазит там летом вообще в майках и в трусах. Тут смотрю, видимо, с работы приехал. Такой модный. Я ему комплимент отвесила. Он нашего бусика очень любит и дразнит его. И посмеялись. Я говорю, не, я говорю, тепло одеваюсь, люблю солнце. Он говорит, а что в Украине так холодно? Я говорю, не важно, я люблю солнце. Так что настроение получше, поболтали. Самооценка моя поднялась, потому что я уже могу что-то там отвечать. Фонарики сейчас включим. Посылки нет. Паразиты. Зато бант. Так, повключала иллюминацию. Домой пришла. Поднять себе настроение. Гуся, ты тут? Мы уже поигрались немножко. Так, ну что, я решила заказать другую елку. Если это всё-таки придёт, значит, будет у меня две ёлки. Я так подумала. То есть, это ёлка, которую я заказывала. Боже, как я камеру держу? Она белая. А там есть ещё варианты розовая ёлка. Ну, я подумаю, подумаешь. Будет две ёлки. Нам, конечно, сейчас это расходно. Но, в любом случае, это дешевле, чем одна ёлка в обычном нашем магазине. В магазине ёлка стоит 100 долларов. А на Амазон они в два раза дешевле. Так что, наверное, я сейчас пойду к компьютеру и закажу ещё одну ёлку. Ну, это искусственные ёлки, конечно. В природе розовых не бывает. Зелёные. Но мне захотелось разнообразия. Я думала, что белый цвет как бы больше воздуха создаёт. И такую прозрачность, загадку. И не очень квартиру захламляет, помещение, да. Ну, вот не пришла. Не пришла. Заглядываю в окошко, посылки нет. Вот сегодня последний срок, как бы. Ладно, посмотрим. Так, ну а здесь само почему-то не делается. Это свинина, цена 8,99, 4,25, нет, доллар, 2 доллара фактически за полкилограмма со скидкой. Ну, общая цена вот 9 долларов. Вот эта упаковка. Так что придётся поработать. А нет, здесь нужно помыть, посуду доставить. Я вчера, видимо, всё сделала. Так, девочки, мальчики, напишите, как у вас. Честно говоря, я с бытовухой заёблась. Всё кипит. Хочу сделать салат оливье. Здесь у меня духовка греется. Нужно бусику, тыкву запечь. Бегаю по трём этажам. У меня там ещё стирка стирается и сушится. И вот это всё нужно разложить. На кровать сбросила. Где у нас тут? Вот такая вот куча. Нужно всё это разложить. Я не знаю, как у вас. Я когда жила в Детройт, мне, значит, командовали, что я должна стираться только раз в неделю. Я жила в гетто Детройт. Это для меня был полный шок и ужас. Потому что, например, пижамы я меняю каждый день, да? Извините за трусы тоже. Один раз в день или два раза в день, ну, как придётся, как бы. Понимаете, я не могу жить без воды и без стирки. Поэтому у меня всегда много работы. Сейчас там Бузкина стирка, как бы тряпочки его, чтобы лапки вытирать. Его одёжки, комбинезончики. Ну, а как? Оно же пачкается. Как можно стирать раз в неделю? Я вообще не понимаю. Поэтому я абсолютно замаханная. За мужем нужно стирать, постели нужно стирать. У меня всегда много, много, очень много стирки. Анекдот от мужа. Называется «Твори добро». Называется «Твори добро». Не пошлый, обещал. Не, не пошлый. Хороший анекдот. Маленький Вася, ой, маленький мальчик Ванечка живёт в деревне. В далёкой глуши. Без мамы, без папы, только с дедушкой. Дедушка и бабушка зарабатывают мало денежек. Купить ему тёплую одёжку на зиму не могут. Ванечка решил написать письмо дедушке Морозу. Написал письмо. Дорогой дедушка Мороз говорит, у нас так холодно зимой, а мне нечего одеть. Пришли мне, пожалуйста, на подарки, на Новый год, положи под ёлочку. Тулупчик, тёплые носочки, тёплые валеночки. Говори, говори, я ему всё покажу. Варежки и перчаточки. Или варежки, перчаточки и шапочку. Тебе тоже нужны варежки и перчаточки? Отправил это письмо на почту и подписал от Вани для дедушки Мороза. Ну, сотрудники почты думают, а как же это дедушке Морозу доставить? Взяли и открыли это письмо. И почитали, что Ванечка просит тёплую одежду, носочки, что ему плохо живётся. Что в семье денег не хватает. Ну, решили они помочь этому бедному мальчику. Скинулись кто сколько мог. И купили ему тулупчик, носочки, валеночки, перчаточки. А вот на шапочку денег не хватило. Положили всё это в посылку и подписали. Ванечке от Деда Мороза. Принесли и положили под дом. Открыл Ванечка посылку. Обрадовался, начал примерять носочки, валеночки, тулупчик, всё, перчаточки. Всё его устраивает. Но почему-то шапочки он не нашёл в посылке. Но он пишет опять Дедушке Морозу. Говорит, Дедушка Мороз, спасибо тебе за все твои подарки, говорит. Всё мне подошло, всё хорошо, говорит. Но вот шапочки почему-то мне не дошло. Наверное, эти суки на почте спиздили. Ты обижал не мотикаться. Ну так, без этого что-то сам. Ну, Санечка, такой уютненький мальчик тут лежит. Свет включила. Казимама, отстань от меня. Он играется с игрушками, нет, он засыпается. Казимама, отстань, у меня игрушка есть. Скажи, расскажи. Малечка, я помыл мясо, я включил твою плиту, разогрел её до 350 градусов. Когда она нагрелась, я положил туда мясо, накрыл крышкой, включил этот самый таймер на печке на 20 минут. Через 15 минут пойду смотреть, час пойду смотреть. Какой ты умничка. Значит, я могу пойти и заняться своими делами, да? Да, я мясо себе приготовлю сам. Только я не знаю, что там эта кнопка, которая дует, она что, на неё надо нажимать или что? Там какой-то вентилятор нарисован. Ну, это да, чтобы оно не коптило. Всё нормально. Так её надо нажать или оно само работает автоматом? Автоматом оно работает. Всё, я могу заняться своими делами. Ну что, пахнет вкусно. У меня муж молодец. Я могу заняться своими делами и пойти учиться. Ну что, всем пока. Увидимся. Подписывайтесь на наш семейный канал. У нас там весело. Машина стоит и музыку включают. Пусть у вас всё будет хорошо. И даже замечательно. Буся, скажи что-нибудь. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Да? А ты, мама, давай поиграй со мной. Давай, пошли. Он любит вот так вот. С лестницы, когда я сбрасываю. Руки не хочу пачкать. Я только помыла. Давай, брось, брось, брось. Дай маме. Давай, беги. Тащил. Я ему с лестницы бросаю. Он туда гоняет. Вот. О, так сильный мальчик. Мальчик. Он мальчик. О. Да.